здравствуйте друзья сегодня продолжение лекции которая была посвящена мышцам спины и сегодня есть предложение поговорить о мышцах которые находятся у нас с вами на лопатке поэтому я сейчас попытаюсь нарисовать лопатку сделать это максимально симпатично не знаю зачем итак лопатка со стороны спины и и край акромион клюловидный отросток падина для сочленения с плечевой кости самоголовку плечевой кости которые не вставляется автоматически спускаемся вниз подмышечный край лопатки все края лопатки всегда утолщены центральная часть всегда потоньше вот из этого возникает очень приятное ощущение пространства когда рассматриваете поэтому вот этот нижний край под остею он туда углубление вовнутрь соответственно досная ямка и соответственно весь край весь край кости лопатки у нас будет с вами выступать вот это вот эта территория так вот на лопатке на здесь позвоночный край я позвоночника и соответственно идет ответная территория лопатки я ее бросаю я надеюсь что она тоже понадобится итак что мы увидим мы увидим на этой поверхности группу мышц которые разделены на две части остею первая мышца который занимает территорию надосной ямки это надосный мускул лежит вот в этой части это его территория он занимается тем что проныривая в отверстие ну скажем так у углубления под акромионом он приходит к поверхности суставной сумки плечевого сустава прикрепляется своим сухожилием вот в этой части к нему и потом прикрепляется к наружной поверхности плечевой кости соответственно когда вы поднимаете руку вверх он утягивает территорию суставной сумки вот в это свободное пространство туда внутрь за собой это надосный мускул ну он соответственно можно сказать поднимает руку помогает дельтовидному мускулу это вот надосная территория надосная ямка теперь ключевая тема которая нас больше всего интересует это так называемые подосные мышцы которые находятся в подосной ямке и первый мускул этого края это подосный мускул вот в этой части он занимает всю вот эту территорию достаточно объемный и крепится он к задней поверхности плечевой кости вот здесь направляясь своими мышечными пучками вот сюда вот так в эту сторону образует вот такой массив мышечный сюда и сюда направлено что делает эта мышца каковы ее функции ну понятно если вы подняли руку вверх соответственно она потянет ее вниз да то есть она в обратную сторону будет взаимодействовать но помимо этого ей назначена еще одна очень важная функция это вращение то есть если мы рассмотрим лопатку вот она в цвет у меня если мы рассмотрим лопатку в виде вот такой плоской кости какой она и является с акромионом который лежит здесь соответственно защищенный плечом плечевая кость акромиона защищенная здесь у нас ключица которая видит вот так раз два сюда так дальше вот так пойдет сюда нужно присоединиться и просвет грудная клетка значит лопатка будет здесь объяснил еще раз и так ключица вот сюда спустилась это если мы сверху смотрим вот здесь у нас грудная клетка соответственно с первым ребром вот и лопатка у нас лежит вот здесь если она лежит всем своим этим краешком доходит акромиональной плоскостью и создает выступающего защищая плечевую часть так вот из-за того что этот мускул подосный мускул находится у нас с вами вот в этой части и прикрепился к этому краю у него раз точка крепления два точки крепления соответственно механика действия будет такая он провернет плечевую кость в обратную сторону то есть супинирует и будет ее вращать вот так по кругу вот сюда зачастую это очень хорошо заметно у женщин которые держат сумку на руке когда вы стоите и руку отводите в сторону вот из такого положения как бы вот она прямо и делаете такое движение это делает кросс подосный мускул вот это движение его еще можно назвать женским мускулом потому что вот так вот ручки разводят в сторону будем называть его женским мускулом не знаю зачем так будем называть вот под ним идет следующий мускул который называется малый круглый мускул этот мускул собственно говоря выполняет ту же самую функцию что и предыдущий мускул он очень на него похож вот но так как у него отдельный мышечный пучок отдельное место прикрепления то соответственно возникает вот такой малый круглый мускул находящийся вот в этой территории частично по моему если не ошибаюсь подосный мускул вот так наслаивается этот рядышком с ним получилось что два этих мускула прикрепляясь все время очень близкой друг друге друг другу точки здесь и здесь выполняют одинаковую работу на то есть вот такое вот одинаковое движение формы это круглый мускул малый круглый мускул почему получил такое название на кругляшок совсем не похож но когда он максимально напряжен когда рука отведена и разворачивается в эту сторону что вот здесь возникает шишечка такая кругленькая шишечка которую вы можете увидеть и она автоматически становится очень хорошо заметно на поверхности руки так вот что мы видим дальше представим что они дали такую вот объемную тенюшечку здесь чтобы нам было удобно прочитывать что они сверху наложились на эту часть под ними лежит большой круглый мускул большая круглая мышца или большой круглый мускул прикрепился непосредственно к нижнему краю лопатки вот сюда к нижнему краю лопатки но дальше он совершил самую интересную вещь он прикрепляется вместе с широчайшим мускулом спины на передней поверхности плечевой кости то есть он заходит и получилось что он начинается на задней поверхности потом проходит своим объемом мышечным по наружной поверхности поверхности лопатки и потом подныривая под плечевую кость под плечевую кость уходит за ее территорию в результате здесь образуется вот такой промежуток вот такая вилка именно в эту вилку в этот промежуток между круглым мускулом и ныряют у нас с вами трицепс который он ныряет вот в эту часть прикрепляется к основанию лопатки вот здесь и лежит вот в этой части одна часть трицепса идет у нас вот здесь другая вот здесь одна прикрепилась к плечевой кости другая прикрепилась к основанию лопатки и вот этот момент выныривание оттуда этого объема трицепса, он как раз и задавливает эту территорию. Представляете, какая красивая история получается? То есть, эта территория подосного и круглого, они, женские, они подавляют и заставляют под себя поднырнуть трицепс, а круглый мускул, который вместе с широчайшим находится вот здесь внизу, находится под этим объемом трицепса вовнутрь, то есть ушли. И поэтому получается, что и широчайший мускул, и круглый мускул вместе делают обратные действия. То есть, вращают руку в обратную сторону. Помимо того, что опускают ее вниз, только еще и вращают в другую сторону. Так вот, получилось, что у нас одинаковые пучки. То есть, пучок, находящийся вот здесь, занимается тем, что вращает руку в одну сторону, а пучок, который находится ниже, находящийся рядом друг к другу, является его антагонистом. То есть, он вращает его в другую сторону. Вот этот момент поворота, здесь и здесь, один из самых интересных. Поэтому вот в этой части возникает мышечная масса, мышечный объем, вот здесь, который получил название большой круглый мускул, потому что его очень хорошо заметно. Так как это вращение, широчайший мускул дает такое набухание этого объема, поэтому здесь появляется мышечный шарик, объем, лежащий в нижней части лопатки, вот эта масса. Оно и поэтому получило название большой круглый мускул. Малый круглый, большой круглый мускул. Так вот, всю эту красоту, всю, которую мы сейчас с вами разговариваем, по большей своей части перекрывают мышцы, которые перекрывают мышцы, которые мы знаем. Это мышца дельта. Дельта, начинаясь вот с этой части, спускается вот так сюда вниз, идет к наружной поверхности плечевой кости, и здесь, перекрывая весь этот объем, вот так, перекрывает от нас всю вот эту механику креплений, объемов. Получилось, что вся эта территория оказалась перекрытой этой массой, то есть уходящей. С этой же стороны у нас ложится трапеция, и трапеция перекрывает этот краешек, а здесь перекрывает широчайшие мышцы. В результате у нас остался вот такой треугольник, и вот этот треугольник у людей, которые хорошо подтягиваются на турнике, очень хорошо заметен. Из-за этого вы можете увидеть здесь деление, раз, два этих объемов, и, соответственно, три. Вот в этом треугольнике будет хорошо заметно вот это строение этих объемов. Если человек не очень активно подтягивается, соответственно, этой массы не будет видно. Но многие, кто занимаются на турнике, они знают, насколько красиво это место, и обычно хвастаются им достаточно активно. Вот это мышцы лопатки, которые у нас находятся здесь, вот на этой поверхности, и видны в виде этого треугольника, находящегося в этой части. Все, повторил два раза. Зачем? Не знаю. Можно вырезать потом, говорит, а можно оставить. Вот. Все. Вот вам мышцы лопатки. Третий раз сейчас повторю. Все. Удачи. Обнимаю крепко. Ставьте, пожалуйста, лимоны на стол, если подрежете и так перевернете. Все. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok